В эфире План Города. Гость нашей программы заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Андрей Ермолаев. Андрей Александрович, добрый день. Добрый день. Многие нижегородцы ассоциируют приход весны с началом ремонтной кампании на нижегородских дорогах. Расскажите, насколько крупной она будет в этом году. В настоящее время в Нижегородской области 70% дорог регионального и межмуниципального значения не соответствуют нормативным требованиям по причине недостаточного финансирования дорожной деятельности в условиях повышения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. В 2018 году предусмотрен ремонт 370 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Также в рамках программы безопасной и качественной дороги в городе Нижнем Новгороде будет отремонтировано 38 км автомобильных дорог. Какие участки планируете ремонтировать в первую очередь? В приоритетном порядке выбираются участки, по которым проходят основные транспортные потоки, автобусные маршруты, в том числе и школьные автобусы. Вы сейчас сказали, что 38 км дорог будет отремонтировано в Нижнем Новгороде. Какие это улицы? Улицы самые разные. Это улицы Бусыгина, Переходникова, Плотникова, Ярошенко, Федосеенко, Ванеева и другие многие улицы. Кроме того, в рамках подготовки к чемпионату мира в Нижнем Новгороде в зоне последней мили в Канавинском районе будет выполнен ремонт дорог порядка 100 миллионов рублей. Насколько это значительные средства и каковы источники финансирования? Основные источники финансирования – это региональный дорожный фонд. На дороги регионального и межмуниципального значения в 2018 году будет направлено 3 миллиарда 100 миллионов рублей. На автомобильные дороги местного значения будет направлено порядка 1,5 миллиарда рублей. Из них 800 миллионов – это средства федерального бюджета в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Для примера, в прошлом году сколько было выделено средств? В прошлом году был порядок примерно такой, но порядка менее 3 миллиардов рублей были выделены на дороги регионального значения. И в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в прошлом году на город Нижний Новгород были выделены 1,2 миллиарда рублей. В этом году 800 миллионов рублей за счет федерального бюджета. И плюс за счет областного и местного порядка еще 100 миллионов рублей. То есть, получается, в этом году будут ремонтировать то, что не успели в прошлом, правильно? Да. В прошлом году был акцент сделан на подготовке дорог местного значения к чемпионату мира по футболу. В настоящем году будет выполняться ремонт уже других районов, автозаводского района, Сормовского района. В Сормовском районе в прошлом году ремонт не был осуществлен. В этом году большую долю ремонта будет приходиться на Сормовский район. Есть ли какая-то информация по тем дорогам, которые уже отремонтированы? Соблюдено ли там качество? Будете как-то разговаривать с подрядчиками? Да. Особое внимание уделяется заказчикам и Министерством транспорта вопросам качества автомобильных дорог. Сейчас будут сформированы специальные группы совместно с Управлением автомагистрали Москва-Нижний Новгород Федерального дорожного агентства, с Администрацией города Нижнего Новгорода, Главным управлением автомобильных дорог Нижегородской области. Выйдем на все участки, где выполняли ремонтную работу в прошлом году, проверим соответствие этих участков, качество. И в случае, если участки не будут соответствовать, соответственно, будет выдано соответствующее предписание исполнительному работу для устранения за счет собственных средств исполнителя данных работ. В прошлом году был хороший, в общем-то, ремонт, особенно по центру сделан. Но вот эта погода, когда плюс-минус очень сильно меняется, конечно, очень портятся дороги. И сейчас значительные, в общем-то, и ремонтированные участки все равно уже тоже в таком состоянии, в котором нужно уже ремонтировать. Я думаю, что процентов 35-40 дорог, в общем-то, требуют внимания. Если взять Баумана, там как будто после атомной войны, там вообще невозможно ездить. Там только на танке ездить. Там два раза ее делали, а толку никакого. По центру еще более-менее, там где-то вот на окраине это уже гораздо хуже. Ну, по крайней мере, хоть не смывает на звездинке, как позапрошлый раз, когда положили асфальт в дождь. Проспект Ленина. По-моему, сам пока оптимальный, хорошая дорога в Нижнем Новгороде. Верхняя часть, конечно, уступает ей во многом. То есть Ленинский, Овцеводский район в этом плане вообще молодцы. Ну, по сравнению с Советским, Превокским и Нижегородским районов. Для этой ремонтной кампании подрядчик уже выбран или нет? Да, в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» на региональных дорогах конкурсные процедуры состоялись. Определены подрядчики. В Нижнем Новгороде тоже состоялись конкурсные процедуры. Но ремонт остальных дорог в Нижегородской области планируется в ближайшие месяц-два осуществлять уже размещение заказов. Когда приступят к ремонту? Я понимаю, что погода сейчас, мягко скажем, не весенняя. Но я знаю, что есть технологии, которые позволяют ремонтировать дорогу, в том числе даже во время снега, если не ошибаюсь. При благоприятных погодных условиях, я думаю, уже в мае месяце работа будет в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» начата. Срок завершения работы у нас не позднее сентября месяца. То есть все работы, я думаю, будем выполнять в срок. Асфальтные заводы уже приведены в готовность? Асфальтобетонные заводы приводятся в готовность для того, чтобы не только выполнять ремонтные работы, но и выполнять ямочный ремонт после зимнего периода. То есть в ближайшее время асфальтобетонные подрядчики завода все запустят. Ямочный ремонт будет проходить синхронно с ремонтом дорог или в отдельные сроки? Ямочный ремонт мы выполняем вообще в течение всего периода и весенний период, и летний период, потому что яма образуется в течение всего года. Поэтому где-то будет синхронно, где-то будет выполняться ямочный ремонт и другие сроки. Сколько участков запланировано под ямочный ремонт? Известно? Ну, под ямочный ремонт уже будем смотреть по факту. Там, где будет необходимость, там и будем проводить ямочный ремонт. Естественно, на тех участках, где будет выполняться ремонт на работу, ямочный ремонт проводиться не будет, поскольку нет смысла. Если мы принимаем решение выполнять работу в мае месяце, соответственно, мы выполним ремонт, ямочный ремонт на этих участках не потребуется. Сегодня жители мегаполиса предъявляют к дорогам очень много требований, их интересует не только качество самого дорожного полотна, но также строительство пешеходных переходов, ликвидация очагов аварийности. Будет ли проделана работа в этом направлении? В 2018 году у нас продолжается работа по подготовке чемпионата мира по футболу. На дорогах около стадиона у нас 6 автомобильных дорог планируется завершить до 30 апреля. Плюс мы строим подземный пешеходный переход и надземный пешеходный переход. Также их необходимо будет построить до начала чемпионата мира по футболу. Где это? Это в районе улицы Бетанкура, это в рамках, вблизи стадиона, где будет проходить чемпионат мира. Также выполняем поручение президента Российской Федерации о реализации национальных стандартов. И в 2018 году планируется на дорогах регионального межмуниципального значения выполнить обустройство пешеходных переходов. Таких переходов будет более 100. Обустроено в 2018 году. Надземных именно или? Нет, это будет наземных пешеходных переходов. Будут устанавливаться знаки, пешеходные ограждения, специальные светофоры Т-7. Это будет такое обустройство. А надземных пешеходных переходов стоит ждать где-нибудь в районе оживленных трасс? Проспект Ленина, проспект Гагарин у нас есть. Ну, по моей информации, надземные пешеходные переходы, я вам повторю, будут около дорог стадиона. Один надземный, другой подземный. Плюс, я думаю, в 2018 году завершится строительство надземного пешеходного перехода в поселке Окский. Это на дороге Ряж, Касимов, Мурман, Нижний Новгород, Богородское направление. Стоит ли ждать реализации крупных региональных проектов в этом году? В 2017 году мы знаем, завершили крупные объекты, строительство крупных объектов. Это третья очередь обхода города Нижнего Новгорода. И завершили строительство моста через Волгу. Достаточно были крупные проекты. В 2018 году завершить строительство автомобильных дорог около стадиона. Это тоже достаточно крупные объекты. Да, мы понимаем, что есть необходимо строительство других объектов крупных. Это как обход Балахны-Завожи, реконструкция дороги Ряж, Касимов, Мурман, Нижний Новгород, Богородском районе. Строительство северного обхода Нижнего Новгорода. Все данные объекты требуют значительного финансирования. Поэтому у правительства Межгородской области прорабатывается вопрос привлечения средств федерального бюджета, в том числе и за счет концессии, привлечения выполнения данных работ. Строительство четвертой очереди обхода Нижнего Новгорода, это Южного обхода, в настоящее время проектируется Федеральным дорожным агентством. По мере завершения проектирования и получения положительного заключения госэкспертизы, уже Федеральное дорожное агентство будет прорабатывать вопрос включения данных затрат федеральной программы. То есть строительство четвертой очереди обхода Нижнего Новгорода планируется выполнить за счет средств федерального бюджета. Другими словами, будем ждать. Андрей Александрович, спасибо, что пришли к нам в гости. Это была программа «План Горда». В студии работала Антон Ганин. До встречи в эфире. До свидания.